Всем привет! Доброе утро! У меня перекус. Я на работе делаю перекус. Я вообще люблю пожрать, поэтому моему желудку требуется каждые 2-3 часа что-то перерабатывать. И чтобы он перерабатывал полезно, беру бананы. Утром сегодня заправилась. Вы знаете, у нас цены растут на бензин, гасой, дизель. Дизельное топливо, дизельное. В общем, дизель. Заправляемся. У меня машина дизельная. И вот, чтобы избавиться от машин, которые заправляются дизелем, то есть они говорят, что они очень сильно загрязняют окружающую среду. И чтобы избавиться от этих машин, или не знаю что, вчера по телеку услышала, повышают цену на это топливо. Топливо же ведь, да? В общем, на этот бензин. И правда, вот каждый день я езжу, на 2-3 сантима цена повышается, 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 пипец. То есть если в прошлом году бензин стоил 99 центов, да, то в этом году он, вот я сегодня заправилась, евро почти 18 центов. Вот. И каждый день по 2 цента, по 2 цента, то есть 20 центов, это нормальная цена, если ты заправишься там, я не знаю, ты же не заправляешься на 5 евро, правильно? Я всегда 30-40 евро заправляюсь. Вот. Мне хватает где-то, ну смотря, если я езжу куда-то, ну я езжу, мы ездим в Гранаду или в Малагу, то это, естественно, хватит дня на 3. Вот. Нет, ну в Гранаду немного. В Гранаду где-то туда-обратно съездить евро 6 стоит заправиться. В общем, не в этом дело. Представляете, я вот что услышала, что типа, чтобы эти машины не покупали, скажем так, не так, как избавиться, а чтобы не покупали. Ведь в основном все машины, которые вот покупают на дизельном топливе, они, во-первых, стоят чуть дороже, машины эти, но бензин дешевле. И вот с этим учетом покупают эти машины. Ну типа, они загрязняют окружающие среды. Вообще не знаю. И поэтому повышают цены. Я вчера так по телеку услышала. Правда это, неправда. Я не могу сказать. Все. Я теперь ставить не могу. Я же вчера... Дай, Чарли, пройдусь. У меня есть одно приложение. Я вчера же не досмотрела большой... Как он называется-то, Господи? Последний герой. И вот... Что-то вообще не грузится ничего. Когда клиентов нет, я включаю себе интернетик. Ну, наверное, все так делают. Вообще, этот планшет, он уже старый, и фурычит плохо. А еще я вчера залезла в... Тоже в этот, как он называется... Приложение от компании, телефонной компании. И там мне предложили увеличить скорость интернета в два раза. Ну какой же дурак откажется, правильно? Все это бесплатно, без изменения в вашем контракте. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, естественно, я согласилась. Если вы знаете, действительно чувствуется. Раньше там как бы не так быстро все открывалось. А сегодня утром прям рум-рум. И все быстренько произошло. А вот. Так что приятные изменения у нас были. На вечер сегодня у меня уже тоже клиенты есть. Так что будем работать. Денежку зарабатывать. Наделала... Гаспачо. Целых вот такую фигню. 5 литров. Оно сейчас летом идет только так. Разогрела овощи, мясо. В общем, сегодня у нас будет такой доедаловка, скажем так. Овощи, мясо и гаспачо. Гаспачо вообще прям... Знаете, я раньше вообще его не любила, не понимала. А сейчас я прям в лето и не могу. Всегда хочется. Томатный сок. Так что я пошла кушать. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уже почти все прогулялись. Вы знаете, на пляже небольшой ветерок дует и прям так хорошо обдувает. А здесь как-то вот как занижено, что ли, видите, там такая вот болотные места. И вот тут как бы занижено. То есть ветра тут нифига нету. Смотрите на моего Чарли. Он бедный весь от жары уже замутился. А это еще не сильно жарко. И тут правда как-то душноватенько, душноватенько. Мы сейчас с клиенткой смеялись. У них завтра, ну типа последнего звонка, что ли, вот так в этом, в институте поедет к сыну. И вот она мне. А она, типа, я всегда мерзну. Я вот одену платье с длинным рукавом, биджакет, колготки надену. Я такая стою, говорю, смеюсь над ней, говорю, да говорю, у тебя завтра все сопреет в Гранаде. Там намного жарче, чем у нас летом. А зимой намного холоднее, чем у нас. Климат, конечно, там бах. А всего 40 минут езды от нас. Так вот, завтра, она, говорит, передает 33 градуса. Я говорю, да ты сопреешься в колготках. Говорю, представляешь, говорю, я вот летом не могу работать, например, вот в юбках. Потому что, говорю, у меня, ну, клиентка не новая, у нас доверительные отношения, поэтому мы разговариваем на разные темы. Я смеюсь над ней. Говорю, представляешь, говорю, я стою летом. А у меня вот так из-под юбки капля стекает. Вот, я говорю, все будут думать, что, говорю. Что это я там сделала? Говорю, и ты завтра будешь стоять такая в колготках, в жакете и в платье с длинным рукавом. Говорю, и все, она потечет, она как, давай ржать. Она говорит, ой, я представила себя. Говорит, я говорю, ты представила, говорю, а завтра ты это еще и почувствуешь. И вот ржем она уходила. Потом, говорит, я тебе расскажу, как я провела этот день. Я говорю, ну, в крайнем случае снимешь с себя все ненужное. Вот, смеялись. Как можно. Пришла она, значит, тоже, ну, в вид, такая, ну, с длинным рукавом, в общем, и еще с собой взяла олимпийку. Говорит, я, говорит, уже сейчас отсюда от тебя ухожу. У меня, говорит, она в джинсах. Все мокро. Я говорю, вот, представляешь, говорю, а завтра еще хуже будет. А она смеется. Так вот поржали. Поэтому на работе разговаривают на разные темы. Они, естественно, зная, с кем как можно. Некоторых, ну, видно по лицу, что не хотят разговаривать. Сразу берут журнальчик и в него уткнутся, либо в телефон. Я в таком случае им даю свой код от Wi-Fi. В общем, вот такие вот дела. Чтобы они не это, ну, не сидели, чтобы скучно не было. Я, хотя, укладываю очень быстро, за 20 минут. Ну, смотря какой, конечно, волос. Есть и волос такой, что там и за час не управишься. Ну, в основном это быстро. Так что мы домой поехали. Смотрите, какая собачка прикольная. Мы завтра идем на день рождения к подруге. После обеда. Поэтому я всех моих клиенточек перенесла на утреннее время. Поэтому я не знаю, что там у меня с утра будет твориться. Но у меня пара, тройка клиентов. Трое, по-моему, сегодня приходили после обеда. Потому что они завтра в Гранаду ездят. Едут. В общем, короче, клиенты, которые на завтра перешли, на сегодня. В общем, все складывается нормально, но посмотрим. Я хотела с вами спросить у вас, поговорить, какие подарки вы дарите на день рождения. Я на день рождения предпочитаю дарить денюжку. Почему? Потому что мне не нравится бегать, искать какие-то подарки. Что там и как. Какая милота. Это просто умереть можно от милоты. Вообще. Зацеловала бы, расъела бы моего лапы. Лежит своей игрушечкой. Да. Я люблю подарки дарить, знаете, не как обязаловка какая-то. А вот просто хожу, хожу по магазинам, бац, что-то увидела. И думаю, блин, вот это подойдет этому человеку. И куплю, и просто подарю. Без повода, без какого-то, без суеты. А вот так вот, чтобы прямо на день рождения ходить, искать подарки. И вы знаете, как всегда, ничего не найдешь, ничего не увидишь. Ничего даже не знаешь, что там дарить. В общем, суета. И вот, ну так почти со всеми девчонками дарим конвертики. Так намного легче. А подарки я люблю дарить как? Ну, я уже объяснила. Так идешь, идешь, и раз, и смотришь, и выберешь, и сразу понимаешь, что это вот для такого человека, ну, естественно, для близких. Это всем подряд так, как бы, ну, наверное, другим-то тоже не дарить. Никто не, ну, может быть, кому-то нравится, у кого лишние деньги дарить подарки. Ну, как, не близким. Ну, нет, у меня такой, у меня такой характеристики нету. Я, если люблю, там, подарки дарить мужу, там, могу его сестре купить что-нибудь такое, вот, что мне с головы взбредет там. Вот, а так, чтобы... В общем, я не люблю подарки дарить, когда это обязаловка, когда это нужно искать, когда это нужно голову ломать, что дарить. Тем более сейчас у нас вообще у всех вот людей уже есть все. Ну, что можно подарить? Одежду, как бы, я вообще не люблю одежду дарить. Вкусы у всех разные, я уж не говоря о размерах. О размерах вообще там не угодишь. Парфюм, духи какие-то, это тоже, это вообще подаришь, а они будут там стоять, или их, хуже того, передаришь, передарят. Тоже, как бы, мне не годится. Это нужно хорошо знать человека, чтобы угодить ему, или просто в лоб спросить, какие духи тебе нравятся. Но это тоже все не то. Что там еще-то дарят? Уж я не знаю, что дарят. Поэтому легче для меня, вон, денежку, раз, и забабел. Родственникам намного легче подарки дарить, потому что, если ты с ними общаешься, то ты иногда у родственников проскальзываешь, что они вот хотели бы что-то там, вот сестра, ой, мне вот прям сумка там нужна, там ля-ля-ля, ага, я намотала на ус, просто хожу там по торговому центру, увидела какую-нибудь сумку, думаю, блин, вот сестре нужна была сумка. Купила, подарила, все, без всяких там, без всяких там день рождения, без всего такого. Может быть, я одна такая, или как у вас вообще так? Так, какие подарки вы дарите вообще взрослым людям, у которых все есть? Что можно подарить? Поэтому я голову не ломаю, беру конвертик, их купила, кстати, много у меня. Раньше всегда была проблема, у меня не было никогда конвертов, представляете? Я хотела сейчас сделать, в общем, классную фоточку, знаете, забабахать, и на этом конверте его напечатать, фотку. Ну, подруги. Я это почти сделала, но оказывается, у меня нет цветной краски, ну, вернее, она есть в принтере, но ее недостаточно, и выходит все полосками некрасиво. Так была бы, идея была замечательная. Я полчаса рылась в фотографиях, чтобы найти ее фотографии. Потом я додумалась, что я это сделаю в одноклассниках, зарылась в одноклассники. В общем, это целое это, рылась, рылась целых, наверное, минут 40. И все, и потом оказалось, что у меня краски нет в принтере. Блин, такой облом. Ой, не могу. Ладно, обсудили подарки, так что завтра мы идем на днюху. Подписывайтесь, может, что-нибудь поснимаю. А если нет, то уж не обессудь. Нет, ну что-нибудь да поснимаю, это 100% едем в Альмонекор, не знаю. Нам надо к двум, надо бы как-то успеть и Чарли домой завезти, и с клиентами. Но это будет завтра, что я сегодня-то буду голову ломать по этому поводу, правильно? Мы завтра и подумаем об этом. А с вами мы будем прощаться, потому что мы пойдем что делать? Мы пойдем спать. Нет, мы сначала пойдем умываться, смывать красоту. Может быть, какую-нибудь масочку наделаю, чтобы завтра у меня было... Ой, красивая кожа лица. А может быть, и нет ни охоты. В общем, я не знаю. Умываться-то точно надо будет. Красота-то, а ее надо смыть. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем приятных выходных. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok